как обустроить рабочее пространство боже это уже не так недавно это практически год назад я вообще люблю белый начала бы располагать на каких-то полков каких-то коробках каких-то ящиках да мне вышить не захотелось я в этот момент нервничаю потому что я хочу сесть и я задача была отделить швейный угол от вязального угла и чтобы это был максимально компактный максимально функциональный комплекс друзья наблюдаю который день в нашем чате школы разговоры о том как обустроить рабочее пространство каким должен быть стол кто-то пишет я вот планирую приобрести швейную машину и постоянно ее убирать кто-то пишет я планирую купить вязальную машину и знаете что я ищу такой стол который будет складываться я буду постоянно куда-то убирать знаете практика показывает что когда мы обзаводимся швейные машины вязальные машины а если еще не дай бог несколькими машинами вот как у меня и как у многих из вас впрочем сразу встает вопрос куда же их расположить для меня очень важно чтобы вокруг меня было комфортно и в то же время эстетично я не знаю как для кого для меня эстетика всегда была на одном из первых планов наряду с производительностью машин наряду с комфортом я вас хочу сегодня познакомить с решением который я нашла для себя вот в отношении швейного именно уголка как у многих из вас мои швейные машины находятся в моей жилой зоне в моей квартире в которой я проживаю это небольшая квартира как многие думают что у меня какой-то огромный дом нет это небольшая трехкомнатная квартира конечно очень важно чтобы то что в ней было расположено было бы не только удобно для вас да но еще и красиво для меня удобно комфортно и эстетично организованное рабочее пространство это все потому что я очень много времени работаю дома я очень много времени работаю дома над заказами над какими-то своими личными проектами на творческими идеями те кто давно следят за моим каналом вы знаете о том что моя мастерская постоянно претерпевает какие-то преображения и каждый раз я ищу что-то новое потому что меня не устраивает старый ли мне просто хочется перемен практически год назад я нашла такую фирму кстати российскую фирму очень хорошую которая называется комфорт честно сказать я в ней просто залипла потому что огромное количество модификации различных столов шкафов аксессуаров именно органайзерских таких для рукоделия причем для шитья для вязания для чего хотите где можно подобрать мебель под свои нужды и под то что у вас есть или что вы хотите в результате несколько дней я искала искала смотрела разные вариации ну цвет однозначно был для меня только белый кстати по поводу цвета в этой фирме можно выбрать различные цвета те которые подходят под ваше настроение под ваш интерьер под вашу вообще идею что вы хотите дальше у меня стояла задача о наполняемости комплекса потому что фирма предлагает разные варианты моя задача была отделить швейный угол от вязального угла и чтобы это был максимально компактный максимально функциональный комплекс я сразу поставила для себя задачу что я хочу у него поместить и как мне комфортно работать как мне комфортно работать я экспериментировала много раз у меня дома достаточно большая машина фав квилт expression 720 которую я постоянно использую с расширенным самым большим столом которым комплектуется эта машина потому что в основном я шью крупные вещи и у меня два каверлока baby lock один из каверлоков тот который gloria я использую постоянно как плоскошовную машину и тот который baby lock овешен я использую постоянно как оверлок что я постоянно что-то подглаживаю что-то подутюживаю и мне это очень удобно делать когда у меня средства под рукой если кому-то интересно я потом поподробнее расскажу как именно это использую меня постоянно здесь под рукой вот такой небольшой утюг прим и вот такой небольшой утюг кловер когда мне нужно подкраивать какие-то небольшие детали в процессе шитья в процессе работы этот комплекс позволяет мне расположить небольшой раскроенный коврик для тех кто шьет иногда они постоянно как я этот комплекс хорош тем что он очень компактно складывается я его честно скажу не складываю но он превращается в такой вот небольшой узкий белый шкаф который можно расположить в любом углу комнаты прихожих где вам удобно и он вообще фактически занимает достаточно мало места все очень компактно убирается машины и можно убрать под стол там есть крупные полки для этого а вы знаете если бы я все то что хранится в этом комплексе начала бы располагать на каких-то полках каких-то коробках каких-то ящиков да мне вышить не захотелось глядя сюда кажется что здесь небольшое количество тех же ниток для шитья но на самом деле все вот это количество ниток для шитья у меня занимало шесть огромных пластиковых коробок знаете я очень люблю когда начинаешь шить и тебе нужно найти нитки определенного цвета подобрать вся куча коробок начинаешь рыться в этих коробках я в этот момент нервничаю потому что я хочу сесть и шить они искать нитки нужного мне цвета в какой-то коробке которую нужно откуда-то достать а потом это нужно еще аккуратно сложить обратно и убрать в итоге очень часто я не как у вас у меня на рабочем месте раньше возникал постоянным беспорядок меня это очень сильно раздражало здесь мне нравится то что огромное количество полок кстати полки вы можете расположить по нужной вам высоте у меня еще кстати в сапасе есть две полки и также есть две штанги с крючками на которые какие-то предметы которые удобно вам подвешивать вы можете подвесить верхняя полка просто глубокая большая полка здесь у меня располагается часть выкрой которыми я чаще всего пользуюсь какие-то предметы например там коробка с различными мелками и предметами для раскроя которыми я тоже часто пользуюсь вот в эти полки я чаще всего кладу проекты с которыми я работаю на данный момент удобно потому что если мне нужно например быстро переключиться одного проекта другой я убрала и у меня здесь есть пространство куда я могу это все расположить здесь я часто располагаю знаете какой-то творческий проект который до конца не продуман вот мне хочется что-то я начинаю это мудрить я начинаю фантазировать потом возможно переделывать что-то добавлять и сюда я на эту полку обычно кладу элементы подобных проектов посмотрите здесь мы имеем большую выдвижную полку с нитками для шитья на мой взгляд очень эстетично здесь расположить катушки единственный для меня пожалуй минус заключается в том что рассчитана эта полка держать именно для небольших катушек вот такие крупные катушки сюда вы конечно не разместите то есть если вы пользуетесь большими бобинками швейных ниток вы их сюда не расположите но зато в дверцах комплекса огромное количество полок расположенных до самого низа куда вы можете разместить большие бобины ниток какие-то тесьму ленты бейки все чем вы пользуетесь также здесь внизу под нитками расположена еще одна большая выдвижная полка органайзер здесь три органайзера секциями в которые вмещается просто огромное количество всяческой мелочевки последний раз я наводила порядок на этом столе в этом комплексе при ежедневном его использовании ну наверное около трех недель на к чему это говорю потому что настолько удобно все расположено настолько много всяких ячеек что для такого не очень организованного творческого человека как я очень удобно содержать вот это рабочее место в порядке в общем вся 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 мелочь которую честно сказать эстетично хранить очень сложно потому что обычно мы это храним забросив куда-то в коробку из коробки потом очень неудобно все это доставать небольшие вот эти секции позволяют все на виду быстро взял и также быстро положил очень удобно то что полка выдвигается и задвигается место она не занимает и даже если в этой полке внутри не очень эстетично сейчас и красиво как у меня задвинул и ничего не видно классно здорово мои студенты и подписчики знают что любой машине которая у меня есть это будь то швейная будто вязание будто верлок я ее сразу же комплектую всем что только можно приобрести для этой машины и для моей машины пфав квилт expression у меня тоже есть полнейший комплект всего всех допов всех аксессуаров которые только можно было приобрести к этой машине все это у меня есть и знаете когда у меня все это появилось у меня стал вопрос где хранить все эти лапки так чтобы потом их можно было найти их можно было удобно брать и использовать как я люблю вот эти два органайзера насколько же друзья мои удобно ими пользоваться мы выдвигаем один органайзер который также состоит из смотрите различных отделений и в этих отделениях лапочки к моей любимой машине и это очень 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 удобно каждая секция у меня служит для определенных работ секция например для подгибки секция для различных декоративных элементов для секция для молнии для шнуров ну вот таким образом организовано у меня здесь пространство внизу второй органайзер и в этом органайзере у меня уже расположены все дополнительные лапки к моим каверлоком знаете работая в этом комфортном комплексе кстати молодцы назвали комфорт я себя чувствую узнаете буквально королевой принцессой на своем замечательном рабочем месте мне вообще не нужно тратить время на походы куда-то я могу полностью сделать проект не отходя я могу просто на вращающемся стуле перемещаться меж трех машин что позволяет быстро оперативно работать и не разнося работу по всей квартире согласитесь это правда удобно это правда круто и правда здорово я расположила на дополнительных столешницах вот такие органайзеры можно приобрести отдельно они очень дорогие на липучках но невероятно удобные потому что в них размещается масса всяких мелочей если я захочу сложить комплекс мне будет достаточно просто отлепить эти органайзера сверху в этом комплексе есть подсветка безусловно полностью ее вам не хватит для работы но тем не менее я ею постоянно пользуюсь она создает во-первых общее освещение то есть мне не нужно верхнее освещение мне достаточно его и какой-то направленной лампы благодаря тому что это все-таки шкаф складной здесь мы видим вот такие металлические петли если вы приобретете например лампы на магнитах то мне вентилятор на магните джек кстати мне нравится для работы все что на магните можно поставить сюда это могут быть вот как у меня здесь вентилятор еще у меня есть лампы на магнитах различные различные предметы все что магнитится можно сюда примагнитить несомненно это удобно классно и здорово давайте заглянем сюда вниз внизу мы видим две большие высокие полки собственно говоря это те самые полки на которые я вам говорила что в случае не использования туда можно разместить ваши швейные машины так как я швейные машины использую постоянно у меня там лежат всевозможные полезные вещи которым тоже всегда сложно найти какое-то применение вы можете видеть что на дверцах до самого низа у меня положены тоже всевозможные полезные вещи это и катушки не так это и какие-то дополнительные ленты тесьма сразу вспоминается фильм ленты булавки тесьма все чтоб свести кавалера с ума все что сводит нас с ума женщин у меня все здесь располагается так что заглянув вниз все классно все здорово расположен весь комплекс практически на колесиках случае отпускания блокировки колес можно перемещать ваш комплекс в любой собственно угол вашей квартиры удобно классно и быстро ну как я уже говорила я его в общем то в редко перемещаю поэтому у меня все стоит так как стоит а если у вас например промышленная машина этот комплекс рассчитан также кстати на нее в этом столе мы снимаем эту крышку и здесь можно было бы расположить промышленную швейную машину так как я в этом комплексе не использую промышленную швейную машину как видите я использую его как полку для предметов которыми я пользуюсь не очень часто в том состоянии в котором вы видите разложенный стол это максимально максимальное выдвижение стола для меня лично удобно именно такое хотя это столешница складывается и машину можно задвинуть непосредственно туда вовнутрь так как я на себе для себя нашла наиболее удобным вот такое расположение так я шью крупные вещи мне нужно сзади чтобы сзади было много места ну и как видите сзади у меня опять же располагаются всякие вещи в корзинках которыми я постоянно пользуюсь при работе которые мне постоянно нужны при работе и они у меня в такой вот легкой зоне доступности их легко убирать назад и это никак не создает беспорядка на рабочем пространстве в каком виде вы получаете вот эту вот мебель и получила транспортная компания она была упакована в несколько коробок упакована кстати была очень тщательно к данному комплексу прилагается подробная инструкция по сборке с перечислением всех элементов которые входят если вы дружите с чтением инструкций и у вас дома есть небольшой минимум необходимых инструментов его вполне возможно собрать самостоятельно собственно что мы и сделали он достаточно несложно собирается я не скажу что быстро но достаточно несложно если вы не умеете читать инструкции то можно вызвать любого мастера который знаком со сборкой мебели либо у кого есть мужья это могут сделать ваши мужья и доставить вам тем самым радость в процессе эксплуатации периодически я меняю расположение у него полочек комплексом сказать что я очень довольна это ничего не сказать правда он решил для меня массу проблем опять же мои подписчики помнят как у меня до этого комплекса были расположены мои швейные машины то есть они занимали довольно таки большое пространство слове того что я все-таки живу в небольшой квартире это пространство очень важно а сейчас мне нравится это удобно это здорово это комфортно и наконец это просто эстетично вот кому важно для меня всегда важно это эстетично для этого комплекса я приобрела вот такой небольшой действительно небольшой стул стул вращающийся на колесиках компактно это стул седло за последнюю неделю в своих чатах я постоянно читаю обсуждения какой должен быть стул какой удобный стул вот этот стул для меня лично удобен для шитья для вязания во-первых ортопедически на нем удобно сидеть регулируется наклон самого сидения наклон собственно самого седла регулируется подъем спинки наклон спинки и соответственно стул опускается по росту выше ниже для меня лично этот стул удобен здесь еще и тем что он не позволяет буквально знаете вращаться от одной машине ко второй и к третьей это удобно ничего не нужно переставлять вставать вместе со стулом его переставлять это здорово это удобно я вас и познакомила со своей святыней со своей таким вот святым уголочком для тех из вас кто все еще мучается какую же мебель выбрать себе для рукоделия я вам настоятельно все-таки советую наведаться в магазин комфорт для рукоделия потому что действительно грамотно правильно подобранная мебель под ваши нужды сделает вас самой счастливой и самой творческой рукодельницей меня лично она очень не счастливила и спустя почти год я снимаю обзорный ролик об этом комплексе и за год эксплуатации я вам могу сказать что зарекомендовал он себя просто замечательно ничего не сломалось ничего не развалилась и на мой взгляд это очень важно потому что если бы я снимала этот ролик да сразу вот получила и снимаю а как она себя поведет насколько она хлипкая нехлипкая будет разваливаться не будет машины которые вот у меня стоят которые вы видите это очень тяжелую машина не действительно тяжелый бы прекрасно они стоят прекрасно выдерживают это мебель ничего не шатается во время работы прекрасно все себя ведет и очень хорошая обработка всех 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 деталей прекрасно ведут себя выдвижные полки заходите в магазин выбирайте я уверена что вам понравится сразу хочу сказать друзья мои это не реклама я не работаю в этом магазине я не продаю мебель никакую не для рукоделия никакую это исключительно моя личная рекомендация вы знаете вы спрашиваете я отвечаю мне лично очень нравится очень долго кстати в этом магазине выбирала мебели ним как не могла решиться выбирала и и наверное около недели для меня поверьте это очень много потому что настолько много вариантов предлагает магазин комплектации видов разновидности вы можете выбрать угловой себе комплекс вы можете выбрать вот как у меня он не угловой я думала может не угловой нет не угловой можно вот с таким наполнением нет с таким наполнением в общем заходите выбирайте главное не потеряйтесь на этом все пишите обязательно ваши комментарии пишите что вам понравилось пишите что вас заинтересовало могу рассказать о каждом предмете поподробнее ну и до новых встреч друзья